Иран предлагает АвтоВАЗу наладить совместную сборку автомобилей. Об этом агентству РИА Новости заявил председатель Совета директоров Ассоциации производителей запчастей Ирана Наджофи Манеш. Он назвал текущее положение Ирана и России исключительным, очевидно подразумевая санкционное давление со стороны западных стран, а потому призвал пользоваться такой возможностью. В Тольятти телеканалу АвтоПлюс предпочли не комментировать заявления иранской стороны. Видимо, вазовцев в порядком утомили ничем не подкреплённые предложения со стороны ближневосточных функционеров. Между тем, в Исламской Республике имеется очевидный долгострой, с которым как раз может помочь АвтоВАЗ. Это седан Сайп Рено Парстондар 90, а точнее Рено Логан первого поколения, что выпускался совместными силами компании Рено, Сайпа и Парс Ходро. Как выяснила редакция телеканала АвтоПлюс, в 2018 году после очередного витка санкционных ограничений французская сторона вышла из этого проекта. И с того момента иранцы никак не могут возобновить выпуск модели, хотя презентовали рестайлинговую машину спустя 18 месяцев после ухода французов — в 2020 году. Ранее ходили слухи, будто для седана нет мотора. Но нет. Тогда же, два года назад, Сайпа внедрила собственные агрегаты — и движок, и коробку. И вообще, по заявленным данным, модель локализована аж на 85%. Чего из оставшихся 15% для простенького бюджетника не способна сделать развитая иранская промышленность, остаётся загадкой. Но в любом случае их можно взять из вазовского Ларгуса, который технически тоже есть Логан. Новость, которую практически нечем проиллюстрировать. Марка Москвич начинает набирать дилеров. Заявки будут приниматься только от автосалонов в крупных городах. Причём будущий партнёр обязан создать инфраструктуру для зарядки электромобилей. Однако о самих автомобилях под маркой Москвич информации всё ещё нет. Летом представители бренда предъявили примерный модельный ряд автозавода, в котором эксперты разглядели сплошь китайские автомобили Джак. Позднее и Москвич, и КамАЗ, который выступает индустриальным партнёром, заявили, что все совпадения случайны, а машины предоставит другой производитель. Но других известных кандидатов пока нет. В любом случае, на первых парах речь идёт исключительно об отверточной сборке из СКД машинокомплектов. А по такой технологии на московском заводе можно освоить выпуск практически любых моделей, включая электрические. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова